так значит у нас сейчас идет сдача вы нам дали задание по поводу того чтобы мы разработали узел боковое примыкание окна конкретно моем случае это каркасная стена у меня каркасная стена состоит из двухтавровые балки ну допустим фирмы интер сити вот у него общая длина 30 сантиметров дальше снаружи идет толщина дверсного волокнистого утеплителя в данном случае у меня gutox термо рум сколько 100 миллиметров а здесь 300 чего утеплителя как вы 100 миллиметров урса терра я беру утеплитель которому чаще всего используем это это у нас урса терра 34 про в общей сложности у меня получается толщина утеплителя 40 сантиметров если мы говорим про слои конкретно у меня и идем из-за внутри наружу то у меня внутри идет с по 12 миллиметров этот слой мы используем для того чтобы не было парой воздухоизоляционная оболочка здесь минимальная толщина и 12 миллиметров дальше мы ее замыкаем на откосную часть для того чтобы у нас конструкция была герметичным и стыке осп проклеен специальные ленты в данном случае это дельта мультибанна 60 миллиметров толщиной шириной здесь вот у меня на углу тоже используем ленту дельта мультибанд только ширина у нее уже 100 миллиметров потому что угол более сложное место ну чтобы нам удобнее было работать все примыкания мы делаем либо лопаточкой специальная либо роликом примыкание делаем жестким роликом для того чтобы не было каких-то воздушных пространство полностью чтобы все приклеивали все было идеально герметично здесь у нас тоже осп значит здесь вот мы для того чтобы замкнуть нам окно на откосную часть вот этого усп мы используем специальную ленту называется на хану дуо это двухсторонняя лента и соответственно мы приклеиваем вот сюда вот здесь у нас получается максимально такой ты сюда приклеиваешь и туда сюда и здесь до паса на здоровье сама цельно клеевая но есть аналоги пусть это один из примеров ну да применю и тут уже аналоги дальше здесь мы используем как я уже говорил утеплитель минеральная вата толщиной 300 миллиметров это что у тебя фиолетовая это у меня идет ну типа доски то к чему мы будем крепить осп они здесь вот мы соответственно заполняем это все утеплителем здесь вот мы сделали разделительный слой из такого же материала как у нас а верхний слой который заходит на раму окна либо вариант либо псу либо псу проще наверно да то есть широкий псу да здесь мы используем плотные утеплителя для того чтобы сверху можно было использовать сразу штукатуру снаружи снаружи значит здесь у нас если мы говорим ты Armor толщину здесь она совершенно 12 миллиметров здесь у нас точно 300 миллиметров здесь у нас толщина 100 миллиметров и сверху толщина штукатурки снаружи 5 миллиметров да если мы говорим как замыкаешь ту катарку с замыкаем штукатурку специальным отливом под штукатурку откос откосным член катурку чтобы у нас не было трещин 많 quien нужно у насuste было 30 ну соответственно вы тоже но и все какие-то сложные места мы проходим специальными элементами. У нас также была еще дополнительная задача посчитать сопротивление теплопередачи. То есть мы считаем ограждающую конструкцию. Как мы ее находим? Нам нужно толщину условного утеплителя поделить на ее лямбду. В каждом слое я посмотрел какая идет лямбда. Например, у бутокса у нас идет лямбда на 0,42, здесь у нас идет лямбда на 0,04, здесь у нас лямбда идет 0,18. Но я посмотрел, значит я ошибся. Это мелочь. Да, еще есть у нас RCI и RCE. Сопротивление теплопередачи внутренней поверхности. Так как у нас толстая стена, вы говорили, что может в принципе не учитывать. Поэтому я ее не учитывал. Сопротивление ими можно пренебречь. Значит, снаружи сколько RCE сопротивление теплопередачи? 0,04. А здесь 0,15. 0,13, по-моему, там написано. 0,13. Да. Как нам найти теперь R каждого слоя? То есть мы берем, допустим, вот у нас идет ОСП, но у меня 0,08, а должно было 0,18. То есть толщина? Толщину делим на лямбда. Коэффициент теплопроводности. Коэффициент теплопроводности. И, соответственно, все складываем. То есть если вот математику сложить, то у меня получилось R 10,04 ватт на метр квадратный градус Цельсия. А U это обратная величина. Мы ее находим 1 деленное на нашу R. То есть в данном случае у нас 10,04. У нас получается 0,1 метр квадратный градус на Цельсия деленный на ватт. Здесь вот это лямбда-эквивалентно с учетом стоек будет чуть меньше. То есть нужно было взять порядка 45, либо посчитать полями и так далее. Примерно вот эти цифры будут. Да. И один из самых важных моментов мы утеплитель заводим практически. То есть улучшаем теплотехнику бокового узла. Все хорошо. Чем сдал, понимание темы есть. Молодец.